Олег Григорьевич, как оцените матч? Насколько довольны? Выполнили два состава, то, что вы от них просили? Ну, довольны. Сыграли. Недовольны, то, что Барин, который Голеностоп увернул. Останется хорошо. Насколько серьезно? Не знаю пока. Неудобно. По какому принципу составы вы формировались на тайну? Зребительные. Серьезно? Никак не такое. То есть не было такого, что вот этот ближай к основе? Нет, конечно. И какая основная задача была сегодня для вас? На что вы обращали внимание, прежде всего? На своих или на молодежку? Естественно, на своих. Смотрели как раз на то, что мы отрабатываем на тренировку. И как, футболисты? Вы слышали вас успешно? Мне понравилось. После экстральных игр многие жаловались, что слишком много... Ну, не жаловались, а говорили, что им сложно запомнить много комбинаций, там, угловых стандартов, аутов. А сейчас это удалось отработать? И насколько это удалось реализовать? Нет, не удалось. Это мы и не отрабатываем. Готовиться под определенного запятника. Как у молодежки на фоне основной? Ну, нормально. Очень, очень, очень хорошо тоже. Наоборотно. Все провели смотреть. Григорьевич, а можно сказать, что сегодня было такое программное заявление, что сборная теперь будет играть именно с таким рисунком, именно в таком стиле? Сегодня? Да. Почему сегодня? Ну, сегодня два тайма и более-менее одинаковый рисунок игры в каждом из них. Можно ли сказать, что просто это на будущее была какая отработка, что теперь мы играем? Мы и до этого тоже, только 7 игр при мне, а вот 7 игр до этого тоже так и так и так. С этим рисунками я вижу. Получался или нет, другой вопрос. Кого-то вам захотелось с молодежки перетянуть в основу? Перетягивать не надо, это зазывать. Ну, зазывать. Посмотрим. Ну, то есть нет такого, что кто-то прям вау-эффект произвел? Вау-нет. Мы всех знаем, этих футболистов, все играют в чемпионате России. Мы кого-то не видели здесь? Как-то поближе удалось смотреть именно по игре Сергея? Кого? Пеняева. Ну, поближе, да, но нам-то поближе. Когда на бровке меня пробегал, поближе было. То есть поближе. Валерий Лидович, а сейчас когда будете отпускать команду в клубы, что скажете? Ну, я уже отпустил. Что сказали? Спасибо, спасибо всем за сбор, дай бог скоро увидимся. Первоначально были разговоры, чтобы провести совместную тренировку, в итоге на одной сторонке остановились. Почему? Нет, не провели совместную тренировку, да. Вот это можно назвать совместную тренировку? Нет, это уже потом двусторонняя, двусторонняя игра была. А до двусторонней игры провели совместно, упражнения совместные. Я видел, на тренировке приезжал Анатольфий в Кушевице, сегодня он был на матче, и вы с ним общались. Что говорил специалист? Специально. Я ничего не знаю. Здравствуйте. Ну, здравствуйте, поговорили, вспоминали там где-то, когда-то играли. Нынешнюю ситуацию мы никак не обсуждались? Нет. На этом матче были зрители, дети с особенностями, вы им дарили тепло, поддержку, фотографировались. Вообще планируется ли это дальше? Какой такой опыт? Потому что очень большие дела. Ну, планируется. Это были официальные матчи, мы тоже здесь собирали ребята, собирали там деньги на помощь людям, нуждающимся людям, традиция была, она остается сейчас в такой форме. Был на матче президент РФС Дрюков, общались с ним после игры? Да. Затрагивались ли вопросы будущего? Как дальше жить на самом деле форме? Посмотрим. По проекту и так далее. Каждый день все меняется, поэтому посмотрим. В основном, мы говорим, что надеемся на скорейшее обозначение ситуации, на динамике, явно подразумевая, что все скоро может закончиться, нас вернут. Здесь есть люди, которые уверены в этом. Что вы думаете? Да, ну то же самое услышал и я, возможно, с другими словами, посыл такой же. Но с уверенностью сказать, что это будет сто процентов, наверное. Говоря о будущем, какую дату в плане следующего сбора? То есть, вечером июня? Говорили по поводу. Когда думаем или хотели бы, или могли бы, говорили про это, решили сейчас ничего не загадывать, а подождать еще. Две недели, три недели подождать, а там дальше, возможно, какие-то будут изменения, которые происходят каждый день. Если мы остаемся в таком же режиме, вам были бы интересны сборы именно в таком формате, что максимум двухсторонок, что даже нет? Да. Это все равно полезно. Конечно. То есть, такие товарищеские матчи с клубами или еще с кем-то это не обязательно? Да. Возможно. Возможно. Не знаю. Это суть. Главное, увидеть, поработать с этими игроками. То есть, хотя бы три-четыре, пять дней. Чем больше, чем больше, тем лучше. Хотя бы даже на три-четыре дня собраться уже хорошо. Самый главный итог этого сбора для вас какой-то? Самый главный то, что был контакт с футболистами, что-то поработали, они что-то вспомнили. Сейчас они разъедутся в свои клубы, завтра уже все забудут. Поэтому надо собирать их когда-то, когда будет возможность, чтобы опять вспоминали. Мы постоянно говорим о том, что надо подождать. У вас нет раздражения, что российский футбол перешел в режим ждуна. Мы постоянно что-то ждем. Мы не понимаем историю простреления, не понимаем еще каких-то решений. Мы просто ждем, что решат за нас. А что-то можно по-другому сделать? Закрыться самим, к чему твоей матери. Окей, закрывайте. Я не хочу. Как вам сейчас было впервые собираться в сборной в качестве совместителя? Сильно отличаются эмоции, чем от бытности освобожденным тренером? Нет, эмоции не от этого, другие. Эмоции вроде от того, что мы не играем в официальную игру. От того, что совместитель или нет, эмоции те же. Сильно удивилась сейчас история с дефицитом сахара. Не было мысли, что вовремя вы запретили в команде его. История, я не был на вчерашней пресс-конференции. И заочный диалог с достоинными дверями из зенита, он о чем? Реально о спортивном принципе или о чем-то большее? О том, что у нас есть один куб поровнее других. Чего? Я не очень понимаю. Ну, я все сказал. Заочный батл вы читаете, все написано там. Ну или послушайте. Я все сказал, что конкретно непонятно. Из того, что я сказал. Все? Все непонятно? Да, все непонятно. Что именно? Ну, вы считаете, что Дусанин Двидев по каким причинам он так говорит? Что он не только крыльный менеджер? Потому что каждый смотрит свое болото. Все непонятно. Угу. И что, Зенит настолько влиятельен, что его болото главнее всех дюйбалки? Все дюйбалки. Все дюйбалки. Ну, после Дусанин Двидев оставит позицию зенит. Я про это и говорю. А Спартак оставит свое. А ЦСКА свое. А Аутомотив свое. А Ростов свое. Ну, как и все. Ну, то есть единая позиция в России? Не знаю. Вы говорили с Депанином Дюковым сейчас об этой ситуации? Нет, мы говорим.